Всем привет! Проведу сейчас обзор дозиметра профессионального модели МКС-01-SA1N. Это не просто дозиметр, это дозиметр-радиометр и он профессиональный. Так заявляет завод производителей. Кроме этого он еще внесен в госреестр средств измерения международный. Его показания имеют законную силу даже на предприятиях разных. Измеряет он, вот написано, альфа, бета, гамма и рентген. Все четыре вида радиоактивного излучения. Ну, в общем, почитать о нем можно в интернете. Очень долго рассказывать, можно часами. У него и голосом он оповещает, говорит, какая мощность дозы. И щелчки есть, и сирена звуковая сигнализация, и много-много функций. И подсветка экрана, и цифры на экране. Ну, в общем, отличный прибор. Покажу комплектацию и внешний вид этого прибора. Значит так. Начать нужно, конечно же, с внешнего вида. Сейчас фокусирую. Значит, мне очень повезло, внешний вид вот этого попался. Это прибор БУ, я не буду врать, им пользовались реально. Но этого понять невозможно. Он реально внешне абсолютно новый. Ну, и внутри тем более новый. То есть, полностью новый прибор. Просто он куплен не вчера на заводе, а раньше им пользовались. Но он просто идеальный. Я вам сейчас покажу. Ну, отсек питания, смотрите. Пломба, кстати, вот стоит. Заводским номером. Отсек питания идеальный. Никогда здесь не текли батарейки. Все пружинки блестят, как зеркало, чистенькое. Нет окислов. Вот, батарейки, значит, не текли. И на плату кислота не попала. Влага тоже не попала. Не было утопленников, никакого ремонта. Идеально новый дозиметр. Полностью новый. Смотрите, вот сейчас я хорошо сфокусировался. Вспешкой телефона покажу со всех сторон. Просили показать состояние. Идеальнейший. Даже ни одной царапинки нет. Вот здесь, смотрите, разъем присутствует. Это более новая модель. Здесь тоже, смотрите, ни малейшие царапинки. Идеальный. Вот, просто идеал. Так, теперь здесь. Кстати, отличие серого от черного. То, что, ну, черные лучше, они дороже. Потому что в них, значит, весь... Вот эта пластинка, вот, сзади, смотри, видите, какое идеальное состояние. А знаете, почему такое идеальное состояние? Потому что здесь порошковой покраской запекание в печи делали. Специальным методом порошковой покраски она называется. И вот эта металлическая крышка, вот, пластинка, бетафильтер, она покрашена... Она из металла и покрашена черной краской с рельефом. Такая матовая, шершавая. И она не боится царапин совсем. Видите, ни одной царапинки нет. Потертости нет совсем. Она ни потертости, ни царапин на себе не оставляет. Потому что это запекалось в печи, вот, с помощью способа порошковой покраски. Ну, там это делается с помощью электричества. Налипается порошок краски, как-то там статика. А корпус, кстати, тоже сделан рифленый весь. Смотрите, вот крышка отсека батарей. Она тоже вот рифленая вся, новая. И пластик даже внутри вот гладкая. А снаружи все с рельефом. Такого же рельефа, как вот порошковая покраска. Но это пластик такой сделали. Это не покрасили его. Это сплошной черный пластик. Но оттиск такого рельефа есть. Это не дает его поцарапать и потертости сделать. Вот, легкого использования. Значит, вот, потому черные не изнашиваются, а серые больше поцарапанные. Вот, смотрите, состояние здесь. Вот, это черный пластик рельефный. Вот, экран идеальный, как новый. Ну, он и есть новый. Серый, без плям, никаких потеков, черных плям нет. Даже царапинок нет, ничего. Идеальнейший просто корпус. Даже завод, что сделал? Он даже вот эту сеточку, она из нержавеющей стали. Блестящий, такой зеркальный, в серого цвета дозиметрах. Здесь такая же, но ее покрасили тоже. Порошковой покраской запекли в печи в черный цвет. В черную краску, рельефную такую, матовую, шершавую. Это тоже не дает царапаться. И защищает очень классный, в общем, идеальный. Смотрите, как бесшумно ходит на рельсах та крышечка. Я просто тащусь от этих приборов. Это гениальное решение. Вот, придумать, что вот одной рукой удерживаю дозиметр. Смотрите, я легко в одной руке перевернул, крышку закрыл, открыл, перевернул и измеряю. Это все одной рукой можно делать. Потом опять перевернул, закрыл и все. Положил в карман. Даже можно не переворачивать. Смотрите, я смотрю на экран постоянно. Вот закрытая крышка. И вот так вот пальцем раз, и я уже открыл. Видите? Одним пальцем, смотря на экран, не прерываясь. Смотрите, как это легко я делаю. Хоп, все открыто. То есть, это самая удобная конструкция. Например, в радиоскане это ужасно неудобно. Там вот эту крышку надо вот так ногтями выколопать. Если вы обстригаете ногти, как я, то это вообще невозможно сделать. Надо искать острый нож или ключи, что-то такое. А здесь вот, раз, 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 раз. Гениально. И не надо потом думать, куда прятать эту крышку в карман. Или сумку, если у вас нет кармана. Вы в шортах, например, на море, на пляжу или вообще в плавках. То есть, это проблема. А здесь класс. Так, ну не будем долго вот это все мусолить. В комплекте прибор. Крышка отсека питания батареи. Защелка не сломана. Идеально целая. А часто они ломаются в этих приборах. Из-за того, что неправильно вставляют новые. Я купил батарейки. Тип пальчик обычный. Тип АА. И контрольный источник радиации. Радиативное излучение. Изотоп калий-40. Содовое удобрение. Фонит бета-излучением. Слюдные счетчики его видят. Для проверки слюдных дозиметров подходит. Для проверки сцентиляторов не подходят. Сцентиляторы все слепые к бета-излучению. Особенно от калия-40 изотопа. Они его не увидят. Они слепые. То есть, этот источник. Бета-источники подходят для проверки только слюдяных дозиметров. На металлических счетчиках Гегера, Мюллера. Типа СБМ-20 и других. Этот источник тоже подходит. Но те счетчики его плохо видят. Слабо так. А слюдяные очень хорошо видят. Так. Все установили. Включаю прибор. Смотрите экран. Прибор готов к работе. Прекрасно. Все. Вот уже идут щелчки. Измеряет так. И давайте протестируем на контрольном источнике прибор. Вот у меня есть ЖС-19. Большой такой светофильтр. Источник. Бета и гамма-излучения. Тут в основном бета. Гамма мало. Но есть гамма. И смотрим как на него среагирует прибор. Вот сейчас он уже видит. Уже вон 22 микрорентгена. Через корпус пробивается бета-излучение насквозь. Вот здесь. Ну и гамма тоже пробивается. И уже вон 27 микрорентген. Давайте поднесем. Послушаем его. Вот это природный чистый фон считается. А вот источник. Вот, пожалуйста. Каждый влетевший. Можем в дозе 855 микрорентген в час. Опасно. Очень классно, что эта женщина говорит голосом. Озвучивает опасно или нормально. Или внимание. Это очень удобно. Не нужно на экран смотреть. Доставать с кармана дозиметра. Просто слушайте ее голос. И знайте точные цифры. Это просто чудесно. Вот. Убрал я источник. Сбросил. Теперь давайте этот источник проверим. Он слабее, конечно же. Но для проверки сквердного дозиметра достаточно. Вот так. Со снятой крышкой присоединяйте. Чтобы все к экрану вместились. И вот, пожалуйста, уже 43 микрорентгена в час и растет. Превышение санитарной нормы есть. Санитарная международная норма 30 микрорентген в час. А здесь уже 45. 50. Будет. Ну, в общем, отлично. Для проверки достаточно. Вот 50 уже. Мощность дозы 48 микрорентген в час. Нормально. Это еще нормально. Нет опасности. Ну, все. Прибор выключен. Показал. Подсветка есть. Куча функций. На одних батарейках, на одном заряде этот прибор работает целый год. Не нужно его заряжать. Это супер. Ну, главное преимущество такие. Есть подсветка экрана. То есть, ночью, когда вы в лесу гуляете и достаете какой-то прибор, там, Припять RKS2003. Ужасный дозиметр. Ну, так скажу. На 2021 год. За его цену. Ужас просто. Он стоит еще... Ну, столько, как этот действительно стоит. Одинаковая цена, реально. И что тот был, что этот был. Ну, не надо светить фонариком на экран. Здесь есть подсветка. В настройках ее можете регулировать, там, как хотите, сколько секунд и так дальше. Дальше. Один год работает на одном заряде батареек. Не нужно его заряжать каждый день, как радиоскан. Радиоскан каждый день надо заряжать. Он разряжается раз в день. Ну, реально. Так и есть. Это и то. Это если его не использовать. Просто выключить экран и положить на стол. Он разряжается за день. А если использовать, то за 6 часов, за 5, смотря, как вы там используете. Может, можно за 2 часа разрядить, если вы там в Чернобыле. Этот работает целый год. Не надо заряжать. Это плюс, безусловно. Потом, самый огромный плюс, вот эта крышка. То, что одним пальцем я открыл, закрыл. Ее не надо выколупывать ногтями. Ложить в карман. Потерять. Потом опять назад. Открыли, закрыли. Защищенная слюда. Надо померить. Открыли. Все супер. Это идеально. Потом, экран не выпирает наружу. Он защищен. Он втоплен в глубину. По бокам очень много пластика, свободного пространства. То есть, его разбить очень тяжело. Я не видел. Ну, а в радиоскане, в других дозиметрах, там Припять, дозиметр, все. Выпирает наружу. Легко разбить. Я сам разбивал. В радиоскане вообще выпирает наружу, как глаза у жабы. Прям вот идет-идет корпус, потом хоп, вверх, и вот так экран прям торчит. И он очень хрупкий. И он огромный. Легко разбить. Здесь нельзя. Потом есть, голосом оповещает именно цифры на экране. Это очень удобно. Не нужно с кармана доставать, смотреть на экран дозиметра, как в радиоскане или в других, всех других. Это единственный, кто голосом говорит. Именно эта фирма. ООО СНИИП АУНИС. Ну, в общем, голосом оповещения именно какая мощность дозы на экране. Ну, реально сейчас. Можно про кнопки заставить ее говорить или раз в минуту. Или так. Потом еще преимущество в цене. Он дешевле радиоскана ровного в 4 раза. Или сколько там? 4-5 раз. Значит, что, что, что еще? Ну, для Украины преимущество то, что этот есть в наличии всегда, почти всегда, а радиоскана почти никогда нет в наличии в Украине. Ну, только с других стран заказывать. Это тоже, конечно, плюс чисто для Украины. Я говорю за Украину. В других странах какая ситуация, я не имею права говорить. Я там не живу и не знаю. Я только знаю и уверенную информацию, которая в Украине. Ну, еще есть преимущество. Значит. Нет, давайте про недостатки. Хвалить можно очень долго. Давайте про недостатки скажу. Из недостатков здесь только одно. То, что нет журнала записи. И если вы хотите посмотреть вот уровень, ну, весь график за последний там день, два, три, где выходили, то нет такого. Вот. Здесь нет журнала, который ведется там каждую минуту, каждую секунду записывается какая мощность должен в журнал. Здесь такого нет. Здесь только он возле вас есть. И он начнет говорить, сирену включит или щелчки и экран показывает то, что опасность превышения журнала. Посмотреть, что было год назад, здесь нельзя. Это минус, конечно же. В радиосканине есть журнал. Вот. Ну, конечно, он не может работать там год или месяц или два дня, потому что он разряжается за сутки. При фоне 10 микроэнген в час. Каждый день его нужно заряжать. Вот так. То есть с собой если носить, то у вас журнал максимум будет за один день. Если не было превышения, если вы не включали экран. А если включаете экран, измеряете, и еще там в Чернобыле или где, то на 5-6 часов хватит журнала. Потом надо менять новые батарейки покупать. Либо заряжать 2-3 часа от Powerbank. И не пользоваться в это время. То есть вот такое. Минусу нет журнала. Еще какой минус. А, из плюсов то, что экран монохромный. Вот такой черно-белый. Нет цветной. И это большой плюс. На солнце видно все цифры здесь. И в темноте видно, есть подсветка. А на радиоскане, например, там экран как светофор, разноцветный, цветной. И, ну он как зеркало. И на солнце все бликует. Ничего не видно. Вы просто смотрите как в зеркало на свое лицо. Цифры не видно на солнце. Когда яркое солнце. День или фонари. Ночью освещение любое. А здесь такого нет. Монохромный экран. Он не бликует. Все классно. Это тоже еще плюс. Такой. Кому как. И за счет этого и батарейка держится целый год. Вот. Ну и кроме... Не только кроме этого. Еще и схема совсем другая. Здесь трансформатор стоит большой. Надежная схема. Хорошая. Ладно. Ну хватит. Из минусов сказав журнала нет. Какой еще минус. А все остальное плюсы. В принципе больше минусов. Я не знаю. Вот единственный минус. Что нет журнала. Действительно. И еще плюс кстати. По сравнению с другими. По цене. Даже те которые цена там в 5 раз дороже. Все равно тоже учитывается. Он внесен в госреестр средств измерения. И вот в разных странах его показания имеют законную силу. И по альфе. И по бете. И по гамме и рентгену. Его калибруют на контрольных источниках. Показания очень точные. То есть он может использоваться юрлицами на предприятиях. Фирмах. И его показания очень точные. То есть это измеритель. Это не просто индикатор. Радиоскан 701. А он просто индикатор. Он не внесен в госреестр. И он показывает в попугаях. Это написано в инструкции. Все знают. Его нельзя использовать и на базах металлолома. Нигде. В профессиональной деятельности им измерять. Потому что показания там не точные. Он не внесен в госреестр средств измерения. Внесен только Радиоскан 801. Он стоит в два раза дороже еще. А за этот прибор дороже получается в 20 раз. Или сколько? В 10-15. Не-не-не. Сейчас скажу сколько там он стоит. Ага. Истагнация. Значит. В 10-15 раз дороже. Да. Вот в Украине. Чем этот. Потому. Ну так. Вот. Это тоже плюс. То есть можно купить это. Делать на него поверку. И использовать его в профессиональной деятельности. На металлоприемках. В каждом городе, деревне. И так дальше. И везде. Это тоже еще плюс. Я о нем забыл. То есть имеет законную силу его показания. Это измеритель. Отличие большое от других дозиметров. Там при 5-ркс-03 вообще показывает бред. То есть попугаи полные. Радиоскан 701А показывает попугаи. Но они более что ли честные. Значит. А этот вообще классно. Ну все. Показал. Ну такое. Я лично с этим прибором уже хожу. Пользуюсь больше года. Да. Раньше я ходил постоянно с радиосканом 701А. Перестал. Избавился от радиоскана. По одной только причине. Меня в нем все устраивало. Более-менее. Кроме того. Что каждый день надо будильник наводить. И по будильнику его заряжать. Он разряжается. Просто лежа на столе с выключенным экраном. Ровно за день. То есть каждый день надо ставить на зарядку. Это ужас. У меня даже телефон 4-5 дней заряд держит. Смартфон. С активным использованием Wi-Fi. Wi-Fi. И так дальше. Интернета. А этот радиоскан каждый день заряжал. Потому я пришел на этот. И я забыл про зарядку вообще. Я просто батарейки раз вставил. Вот. Потратил 2 доллара. И целый год у меня он работает. В супер-мега режиме сложном. И я постоянно с ним хожу. Это просто класс. Я даже не достаю его из кармана. Потому что я голосом все слышу. Какие результаты. Каждую минуту звучит мне прибор. Цифры на экране. Какая мощность дозы. Вообще не достаю. То есть поставил и все. Это класс. И не боюсь что он разобьется. Как в радиоскане. Экран небольшой. Не выпирает. Все супер. Вот это главное. Почему я пришел и пользуюсь этим. Ну и он дешевле в 5 раз в Украине. Ровно в 5 раз. Обалдеть. Ой извиняюсь. В 4. Ну в 4-5 раз. Да. Ну остальное тоже. Все плюсы. Мне конечно здесь больше нравится. Чем в радиоскане. Но главное. Почему я пришел на этот. Зарядка. Не каждый день. А раз в год. Вот именно это. Я готов мириться с остальными делами в радиоскане. Даже там. На пухерчатую пленку. Вот такую. На экран я готов ставить. Или картонку. Чтоб его не разбить. В кармане не продавить. Я готов так мучиться с радиосканом. Но вот каждый день заряжать я не готов. И не буду. Я хожу с этим. Прекрасно. Вообще супер. Вот. Причем купил я этот дешевле в 5 раз. Чем радиоскан. Если я его даже разобью. То мне не жалко будет. Я сразу куплю второй. Могу. Вместо цены одного радиоскана. Я его продал свой. Он мне не нужен. Я купил 5 штук этих. Ну 5 штук. Обалдеть. Представляете. Ладно. Все. Хватит. Это уже просто личным опытом. Делюсь. Как я перешел с одного дозиметра на другой. И кроме этого еще я сцентиляторы ношу с собой. Но это еще отдельно совсем другая история. Затянется еще на пару часов. Так что всем пока. Пользуйтесь. Никогда не выключайте дозиметры. Постоянно носите с собой. Пусть оберегает ваше здоровье. Все. Всем пока.